Валентина и Валерия Валерия Быковского и Валентины Терешковой была закончена еще до прибытия их на старт. Они полностью были готовы к полету. По традиции за несколько дней до пуска корабля в воздух космонавты прибывают на космодром. На космодроме проводится предстартовая подготовка к полету. Хотя, как я уже сказал, космонавты полностью готовы к полету. Отлично знают задания, владеют кораблем, хорошо знают все системы корабля. Но на космодроме они вместе с главным конструктором, вместе с конструкторами различных систем жизнеобеспечения, связи, телевидения, всей той сложной аппаратуры, которая имеется на корабле, Они отдельные, наиболее сложные моменты вместе с конструкторами повторяют. Одним из таких наиболее важных, наиболее ответственных моментов в этой подготовке является беседа с главным конструктором корабля космического. Космонавт вместе с главным конструктором поднимается в кабину корабля и там проходит, я бы сказал, решающая предстартовая беседа создателя космического корабля с тем, Кому народ, партия, ученые, конструкторы, рабочие вручают завершающий этап подготовки космического корабля к полету и производству полета. Беседуют с космонавтом. И неоднократно и Юрий Гагарин, и Герман Титов, и другие космонавты говорили мне, Что вот эта беседа, это напутствие перед стартом главного конструктора вселяет в космонавта большую уверенность в том, что все в полете будет отлично. Эта уверенность у космонавтов основывается еще и на том, что готовясь к полету, они выполняют обширную программу специальной подготовки. В эту специальную подготовку входят как полеты, парашютные прыжки, тренировки собственно в космическом корабле и большой комплекс других различных упражнений, которые готовят космонавта в условиях, я бы сказал, близких к тем, кроме, скажем, невесомости, в которых космонавт очутится в космическом полете. Кроме бесед с главным конструктором, там проходили встречи с создателями средств связи, телевидения, систем жизнеобеспечения. И в этих беседах уточнялись различные элементы полетного задания, характер выполнения отдельных заданий, уточнялись задания по тем научным и медико-биологическим экспериментам, которые космонавт выполнял в течение полета. Надо сказать, что вот эта предстартовая подготовка была проведена в обоих случаях и при полете Быковского и при полете Валентины Терешковой, точно, идеально точно по графику. Я бы сказал, с секундной точностью. И, собственно, сам старт корабля первого и второго корабля, Востока-5 и Востока-6, проводился с изумительной точностью. После того, как космонавт займет место в космическом корабле, он устанавливает радиосвязь с пунктом, который руководит полетом. И с этого момента с ним ведут связь те товарищи, которые непрерывно в течение суток и многих суток в течение всего полета находятся на пункте руководства полета. На этом пункте находились товарищ Гагарин, Китов и другие космонавты, главный конструктор, конструкторы систем. И они самым тщательным образом следили за состоянием космонавта, поддерживали с ним непрерывную связь. Мы имели возможность на старте наблюдать за космонавтом по телевидению, поддерживали по различным каналам связи, радиопереговоры с ним вели. И у нас в нашем распоряжении были другие объективные средства контроля состояния космонавта. Все это вселяло еще большую уверенность и в космонавта, и в тех, кто готовил полет космонавта. И это наблюдение за космонавтом не прекращалось ни на минуту в течение всего полета. Даже в то время, когда в течение 7-8 часов, находясь где-то над просторами Атлантического океана, над Америкой, космонавты по расписанию спали в течение нескольких часов. На старте бодрствовали врачи, конструкторы и другие руководители полета и ежеминутно наблюдали за космонавтом. В любую минуту были готовы прийти на помощь космонавту советам, командой необходимой или другим каким-то мероприятиям. Но вмешательство, какого-то энергичного вмешательства, в смысле изменения программы полета не потребовалось, так как и полет Валерия Байковского, полет Валентины Терешковой проходил точно по программе. Пожалуй, можно уточнить только, программа полета Терешковой была рассчитана в основном на одни сутки. Но было оговорено, что если она будет чувствовать себя отлично, по ее желанию, полет может быть продлен на двое и на трое суток. Так как Валентина Терешкова в полете чувствовала себя великолепно, по ее просьбе полет был продлен до максимума запланированного для нее полетного задания. Волнений в течение этого полета, я бы сказал, на командном пункте у нас не было. Была деловая, напряженная работа, было постоянное наблюдение за космонавтом Терешковой, за космонавтом Быковским. Каждую секунду, каждую минуту мы знали состояние всей аппаратуры корабля и знали состояние космонавтов. И были уверены, что все задание будет выполнено так, как оно было задано космонавтов. И космонавты, наши космонавты-летчики отлично справятся с задачей. И это доверие народа, доверие партии, доверие тех людей, которые готовили космонавтам ракету-носитель, корабль. Доверие людей, которые готовили космонавтов к полету. Блестяще было выполнено. Большое спасибо, Николай Петрович, за интересный рассказ. В самом деле, товарищи, у каждого из нас наверняка огромное количество вопросов, которые хочется задать нашим славным звездным героям. Мы очень много слышали вопросов от наших коллег-журналистов во время пресс-конференции, много читали статей в газетах. Вообще знаем уже очень много подробностей. И так или иначе, все-таки у каждого из нас еще есть вопросы, которые хочется задать. И вот с вашего разрешения, дорогие друзья, мы проведем маленькую, если вы не возражаете, телепресс-конференцию. Не возражаете? Тогда у меня есть такой вопрос ко всем, без исключения звездным братьям. Вот интересно, как вы относитесь к появлению своей космической сестры? Я хотел бы, чтобы каждый космонавт ответил. Космонавт, вы начнете. Ну что, в общем-то ведь, вот у нас в народе, наверное, не только у нас, говорят, что семья счастлива, если есть дочь и сын. Ну, наша семья космонавтов теперь действительно стала счастлива. Братья у нас есть, теперь появилась сестра. Вот, пожалуй, я так коротко и отвечу на этот вопрос. А что скажет Андреан Николаевич? Я полностью поддерживаю то, что здесь сказал Герман Степанович. И хочется от всей души поприветствовать, еще раз поздравить нашу замечательную космическую систему. Валерий Быковский, очевидно, сейчас должен трепетнее всех ответить на этот вопрос. Потому что он с сестрой космической был вместе, одновременно. Мы вас слушаем, Валерий. Да, сначала у нас была сестра до полета, еще до нашего полета на Земле. А мне особенно приятно, когда в полете я ждал ее. Вот тут именно космическая сестра у меня стала уже. Это была на Земле до полета. Ну, что я могу сказать? Я так был рад. Ну, тяжело и трудно даже высказаться, подобрать те слова теплые в ее адрес. Так она меня обрадовала. Потому что одному летать не так же, как вдвоем. Ну, все, наверное, тяжело мог сказать, сестру. Валерий Алексеевич. Я очень рад, что у нас такая славная, симпатичная, милая сестра появилась. И хочется еще раз от души поздравить ее за тот великий подвиг, который она совершила во имя доброй женской половины нашего Советского Союза. Да и всего человеческого. Я расславил, собственно, всех женщин на Земле. И хочется ей пожелать, чтобы и в жизни, в будущей большой жизни, она всегда была бы такая симпатичная, такая трудолюбивая, такая боевая, как она была в космосе. Ваше слово. Ну, я, собственно говоря, товарищи, уже на этот вопрос ответил, когда вел комментарии к космическому репортажу. Мне хочется еще раз от души повторить те слова, которые я сказал, когда она появилась на экранах ваших телевизоров. И передо мной появилось ее изображение. Я сказал, Валюша, рыбонька, ей рыбонькой всегда называют. Это у меня как раз слово, которым я называю своих близких, хороших друзей. Я также очень рад, как и все мои друзья-космонавты, и как все люди на Земле, особенно женщины, что у нас появилась теперь женщина-космонавт. И хочу пожелать просто Валюше отличного, хорошего здоровья, и чтобы она всегда оставалась такой же хорошей, простой советской девушкой. Наверное, наверное, все-таки 16 число июня месяца будет записано мужчинами, как черное воскресенье. Я с тобой не согласен. Все мужчины вас пряли духом, понимаешь? И они, вот этот случай, этот подвиг заставил каждого мужчину еще раз посмотреть на свою жену, посмотреть на свою сестру, на дочерей. И еще раз посмотреть, насколько они милы, симпатичны, и какие великие подвиги могут совершать. Я видел, как Валя теперь на тебя смотрит. Валентина Владимировна, я хочу вам задать один вопрос. Как вы думаете, среди тех, кто полетит на Луну, будут ли женщины-космонавты? А почему бы нет? Если мы с Валерием встретились, или вернее, назначились, встретились на орбите, то почему бы мне или моим подругам не встретиться или не назначить свидание на Луне? Какой-нибудь черемухи. Тем более, верно, сама атомная энергия, 20 миллионов лошадиных сил, взял, запряг в одну повозку, там и на Луну. Просто до невозможности, я бы сказал. Вы знаете, что, дорогие товарищи, пожалуйста. Мы были в одном корабле. Это вам интереснее было. Потом там три раза. Это вас заговорил чувство холостяка, по-моему, да? Не совсем так. Нет, ну хорошо. Отчасти. Отчасти, да. Я прошу извинить, дорогие друзья. Мы на минуточку проведем нашу телепресс-конференцию, потому что сейчас приехали дети из хора Локтева. Причем они, кажется, должны быть в космических костюмах. Товарищи режиссеры, будьте любезны, проводите наших молодых гостей, молодых космонавтов. Трио. Трио космонавтов. Прошу вас. Это настоящие космонавты. Ну, действительно космонавты. Что вы хотите сказать, ребята? Вы хотите спеть? Да. А что вы хотите спеть? Мы хотим спеть с песней, которую написал наш руководитель Владимир Сергеевич Локтев. Она называется «Мечты юных космонавтов». Пожалуйста, мы с вас с удовольствием послушаем. Ну, в голове сигналы далекой планеты, планеты сигналы, как Бог. Когда же мальчишкам доверят ракеты, девчонкам доверят, когда, когда. Дорогой смелых, дорогой отважных, мы вместе с тобою, мой друг, полетим. Мы красные господи звездам повяжем, мы солнцу салюта дадим. Ну, вместо ракет у нас школьные парты, веселый звонков голоса. Дорогой смелых, дорогой отважных, мы вместе с тобою, мой друг, полетим. Мы красные господи звездам повяжем, и солнцу салюта дадим. На небе ночном метеорные вспышки, и видят ребята во сне. Ракеты ведут капитаны и мальчишки, девчонки поют на луне, на луне. Дорогой смелых, дорогой отважных, мы вместе с тобою, мой друг, полетим. Мы красные господи звездам повяжем, и солнцу салюта дадим. Мы красные господи звездам повяжем, и солнцу салюта дадим. Продолжим нашу телепресс-конференцию. Валентина Владимировна, к вам вопрос. Интересно, что бы вы хотели пожелать вашему дублеру, я имею ввиду ту незнакомку, которой вы так тепло говорили на пресс-конференции. Моего дублера отличное здоровье. Оно находится в хорошей форме. Я желаю ей скорее полететь, совершить космический полет. Спасибо. Валентина Владимировна, у меня тоже к вам вопрос. Я думаю, что всем, кто сейчас смотрит на вас, всем будет очень интересно узнать, кто ваш любимый литературный герой? Это один вопрос. И второй маленький. Какое ваше самое любимое занятие в часы досуга? Мой любимый литературный герой Павка Корчагин. И в своих делах, в своей жизни я всегда хотела походить на свою маму. Это для меня как бы тоже мой любимый литературный герой. Великолепно. В часы отдыха я очень люблю слушать музыку. Если возможно, скажите какую? Я очень люблю произведение Чайковского. Его скрипичный концерт. Его первый концерт. Люблю, конечно, хорошую и веселую песню. Спасибо. Вот, кстати, вы сказали о хорошей и веселой песне. Мы в одном из газетных отчетов читали, что вы пели в космосе, если не ошибаюсь, песню, сочиненную журналистами. Не могли бы вы нам ее напеть? Я вообще могу, если меня поддержат ребята. Нам бы и порой. Вы начните, Валюша. Это своеобразные частушки. Дружеский шарш, да. Как бы дружеский шарш. А что, споем, ребят? Точно? Сорышно? Нет, давайте споем. Хватит. Пошли, будешь первым. Юра не хочет, не хочет, потому что там и про него, да? Да, ну ничего. Мы не посмотрим, что у нас в команде. Вообще лучше, конечно, прочитать. Городок наш, ничего. Население таково. Совсекретные ребята составляют большинство. Ищет пресса по кустам. Ищет пресса тут и там. Ах, куда ведет Гагарин, космонавт так поутра. Там есть такие слова. Крутит Валя, бегудит. И Валерка, не грусти. Чуть сердце нашей встречи на орбите впереди. А там стил. Ну, в общем, там есть куплет и про Андрея, но мы его оставим в покое. Мы доставим в покое. Это в следующий раз. Ну, раз уж договорились, в следующий раз. Валерий Федорович, мне к вам такой вопрос. Вы, конечно, знали, что Земля принимает сеансы наших космических передач. Однажды мы видели вас в космосе даже спящим. И вот поэтому у нас такой вопрос. Готовились вы к сеансам телевизионных передач советского космовидения или нет? К сеансам телевидения я готовился, так как по программе полета было расписано, что определенное время будет. И я знал, что будут передавать на Землю с моей кабины. И я старался всем телезрителям показать, что такое невесомость. Пускал боржурнал, киноаппарат пускал, карандаш плавал у меня. В отвязанном состоянии показывал. Не знаю, как и хорошо ли видели. Отлично. Даже раз я перевернулся, как вам, по земному, скажем, вверх ногами. Было хорошо видно между прочим. Чтобы вы могли видеть, что именно невесомость. И я нахожусь не в кресле, а свободно плаваю. Ну, вот так в основном. Космогительство задать вопрос и вам, Валерий, и вам, Валюша. Всем очень хорошо знаем вашу любимую космическую пищу. И очень интересно было бы узнать, что же вы любите на земле больше всего. На земле? Вот где бы было нехорошо кушать, но лучше всего, конечно, дома. И у меня Валя. Нет, не это Валя, а жена моя. Хорошо готовит. И что мне нравится, это суп рассольник и жарная картошка. Ну, без того, что я люблю. А вы, Валюша, я люблю всю земную кухню. Вы знаете, Валюша, мы с удовольствием сейчас после этого вопроса хотим вручить вам вот этот передник. Любовно вышит руками наших советских женщин. И вы знаете, кем бы ни была наша советская женщина, математиком, поэтом, актрисой или теперь космонавтом, я думаю, что она остаётся всегда очень гостеприимной хозяйкой и с удовольствием готовит обед для своих гостей. Пожалуйста, когда вы будете готовить обед, оденьте, пожалуйста, этот передник, это будет очень приятно тем рукам, которые с такой любовью вам вывышены. Спасибо большое. Ничего, с кармашками. Надо сказать, товарищи, это космический передник, здесь все ракеты, луна. Юрий Алексеевич, может, вы продемонстрируете ли зрителям, чтобы взглянули всё-таки на это действительно произведение искусства? Давай, давай, Юрий Алексеевич, не, Юрий Алексеевич, мы всё продемонстрируем. Да, 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 да. Он ведь тоже первый космонавт. Какой красивый, я могу показать так. Кругом луна, ракеты тут, спутники летают. Но Марс, он агрессивный товарищ. Он с этим, с кинжалом, с каким-то, с мечом летает. А луна улыбается мило. Она ждёт гостей. Ждёт гостей. А Венера там реагирует. А Венера положительно. Вы знаете, это подарок с большим, с глубоким смыслом. Если, так как подарили вы мне передник, то теперь нужно всех, даже всех телезрителей, всех телезрителей приглашать в гости. Ну что ж, наши квартиры, квартиры космонавтов, принимайте в гости. Так что двери у нас всегда открыты. Пожалуйста, нам. Спасибо. В общем, получается, как стихотворение. Если б я была царицей, то на весь бы мир, то на весь священный мир приготовила бы пир. Посмотрим. Ну, я думаю, что вы мне поможете. Сразу поможете. Спасибо. Наверное, это будет трудновато. Это не летать в космос, а готовить дома. Это потруднее будет, наверное. Спасибо. Вот тут женщина тоже впереди, между прочим. Валерий Фёдорович, вот Вы говорили о состоянии невесомости. Ну, мы много уже слышали это от Ваших друзей, Ваших товарищей. Интересно, а как Вы можете сравнить состояние невесомости с чем? Состояние невесомости даже тяжело с чем есть, можно сравнить ее в наземных условиях. Ну, многие ученые тоже сравнивают состояние невесомости с подводным плаванием, но ничего похожего нет. Можно сравнить со свободным падением при парашютных прыжках первые секунды. Вот еще писалось, книга была, что все невесомости можно прочувствовать, если лифт оборвется, что никому не желает. Ну, а чтобы лучше всего познать невесомость, мне кажется, надо слетать туда. Да, тяжело даже писать, что невесомость, но до того легко и приятно душе, я вот честно скажу, я уже рассказывал, я ждал тех витков, где в программе было у меня записано отвязывание, чтобы свободно поплавать по кабине. Интересно, все, товарищи космонавты, разделяют это ощущение или нет? Все согласны с тем, что говорили? Нет, я имею в виду в отношении невесомости. Действительно, настолько приятное это ощущение, верно? Но оно приятное. Еще можно сравнивать невесомость тем, что когда на самолете такие большие качки, то есть болтанка, воздушные ямы называют в простонародье, вот это есть настоящая невесомость, когда самолет проваливается вниз и все вроде подкатывает сюда, к горлу. Вот это есть невесомость. Вы знаете, товарищи, я помню, когда Юрий Алексеевич первый раз пришел к нам в студию после своего первого полета, то очевидно, состояние невесомости так ему понравилось, что он говорил о том, что он мечтает, что когда-нибудь будут санатории, где будут специально созданы комнаты, чтобы больные лечились состоянием невесомости. Это в будущем. Сейчас только к этому состоянию нужно много тренировать. Мы знаем, что все вы тренированные люди, и все вы, конечно, занимаетесь очень много спортом. И опять у меня вопрос к Валентине Владимировне. Мы знаем, что вы прекрасная спортсменка, и все-таки нам хочется узнать, какой вид спорта вы больше всего любите летом и зимой. Может быть, Валерий Федорович тоже скажет. Больше всего я, конечно, люблю парашютный спорт. Зимой я с удовольствием хожу на лыжах. Даже играем в хоккей. Правда, Валентин? Да, да. В хоккей играем в трех тачках. Играем. Интересно, кем? В кем, да. В основном мы играем в трех тачках. В основном они на трех тачках. Нет, на трех тачках играем. За трех тачках. А летом я с удовольствием... У нас проводятся большие кроссы, и мы с удовольствием все ездим на велосипед. Легкую атлетику. Бег. В одну упор. И, пожалуй, даже ребята меня поддержат. С удовольствием занимаемся на батуте, на лопинге. Это наши любимые снаряды. Баскетбол. Баскетбол, волейбол, да, это уже... Так что, если перечислять, то очень много. Все самые любимые, окажется. Валерий Федорович, а ваши? Добавил мои любимые зимой. Это игра в хоккей, как и с шайбой, так и с мячом. Ну, а в летних условиях там много видов спорта. Тяжело выделить какой-то один. А в основном легкая атлетика и парашютный спорт. Ну, по-моему, ты здорово тоже лыжи любишь. Чемпион, по-моему, лыж, да? Не богат уже, да? Лыжи ломать, лыжи ломать. Юрий Алексеевич, у меня к вам вопрос такой. Вот мы очень много читали и знаем, добрых слов слышали от вас. Неизвестном пока человеке, но очень славном, о вашем главном конструкторе. Интересно, что бы вы сказали о нем? Ну, почему же неизвестный? По-моему, это очень известный и очень уважаемый всеми человек. Это очень крупный советский ученый, очень талантливый конструктор, руководитель очень большого конструкторского коллектива, который создал много образцов новейшей ракетной техники, космической техники. Человек, который имеет очень хорошую связь с авиацией, сам бывший летчик, испытатель. Очень человечный, очень любит нас, космонавтов, очень любит своих людей, с которыми работает. Всегда люди к нему идут за советом, за помощью. В общем, идут как к родному, как к близкому, как к старшему товарищу, который может в любую минуту помочь бескорыстно, хорошо помочь и делом, помочь и советом. И мне сейчас хотелось бы еще раз поздравить нашего дорогого главного конструктора с завершением такого полета, поздравить весь коллектив, руководимый им, с осуществлением этого замечательного полета, с завершением. Ибо их доля труда, можно сказать, что в этом деле львиные доли труда принадлежат им. И хотелось бы от имени здесь вот присутствующих уже героев, и еще пока неизвестных героев, но будущих обязательно героев, поблагодарить его, сердечно поблагодарить за все то большое, которое он сделал для нас, для Советского Союза, для развития космонавтики. И пожелать ему доброго здоровья, долгих-долгих лет. Андрей, скажи свое сразу, как ты говоришь? Мы говорим всегда так, если здоровье будет хорошее, то остальное все приложится. Так крепкого, крепкого вам здоровья. И нам тоже очень хочется пожелать вам, дорогой главный конструктор, крепкого, доброго здоровья. И вот, Юрий Алексеевич, я прошу вас передать этот букет главному конструктору от простых советских людей, цветоводов Паниевых, которые просят ему сказать самые добрые слова и пожелания самого большого счастья. Спасибо. Я с большим удовольствием выполню эту просьбу и с большим удовольствием вручу эти цветы. Дорогие наши космонавты, ну вы все, конечно, очень хорошо знаете, что сейчас закончился учебный год в учебных заведениях. И я думаю, что сейчас всем нам особенно дорого будет услышать имена ваших первых учителей, ваших самых первых наставников. Мы очень просим каждого из вас назвать фамилии ваших учителей. И если они сейчас смотрят эту передачу, то, конечно, сердца их будут сейчас наполняться чувством великой гордости за вас и чувством большой радости. Опять слева фланг. Нарушим традиции, пускай Павел Матчинский. Я с очень большой теплотой и любовью вспоминаю свою первую учительницу, с которой я уже не один раз встречался, Варвару Михайловну Воскобойникову, которая учила меня. И, собственно говоря, благодаря, может быть, этому человеку у меня появилась очень большая любовь к знаниям, очень большая любовь к учебе. И я очень и очень благодарен ей за те хорошие чувства, которые она привела мне в процессе обучения. Мне также хочется с удовольствием вспомнить своего первого инструктора в аэроклубе, Матюшина, который меня точно так научил летать и который поручил мне первый раз в жизни взлететь в небо на самолете. Ну что ж, если я начну сейчас перечислять всех своих замечательных учителей, замечательных моих наставников, то это будет, я думаю, слишком долго. Я передаю эстафету Юре. Вот как раз не очень давно, вернее, совсем недавно я получил письмо от своей самой первой учительницы, которая учила меня еще рисовать крючочки, там крестики, палочки. Это была Ксения Герасимовна Филиппова. Она была первым педагогом. И долго как-то не могли мы связаться. Вот сейчас появилась такая связь. Ну, хочется еще отметить и первых учителей летного дела, если так можно сказать, первого инструктора своего, который научил меня летать на самолете Як-18, Мартьянова Дмитрия Павловича, который сейчас летает, работает летчиком-испытателем. Хочется также напомнить, вспомнить и о первом моем командире звена, который на севере учил меня летать в условиях сложного, сурового заполярья. Это был Леонид Данилович Васильев, который тоже сейчас работает летчиком. Ну и хотелось бы много слов сказать в адрес старшего поколения нашего авиационного поколения, которые учили нас летать, учили и готовили, собственно, к трудностям. Хочется высказать много теплых слов в адрес наших военных руководителей, скажем, авиационных руководителей, и в адрес главного маршала авиации Константина Андреевича Вершинина, других старших военачальников. И хочется сказать пару теплых слов в адрес Николая Петровича Каманина, присутствующего здесь, который много труда вложил в наше дело, и который во многом нам помог. Давай, Чайка, на связь. Кедра, и Чайка, прием. Пользуясь сегодняшним случаем, я хочу передать самую сердечную благодарность моей первой учительнице, самому большому другу школьных моих лет, Людмиле Алексеевне Космолевой. У нее пять сыновей. И несмотря на то, что ей очень много приходилось работать дома, все-таки она находила свободное время, чтобы уделить и нашему воспитанию. Очень много сил и энергии она предложила, чтобы воспитать из нас, привить к нам самые хорошие человеческие чувства. Работая на Комсомоле, самый большой друг, первый помощник и советчик для меня была Валентина Федоровна Усова. Они уже вписали в газете. Это скромные женщины, но самые замечательные. Я хочу сегодня сказать самые теплые, самые хорошие слова в адрес нашего инструктора-парашютиста Николая Константиновича, который отдавал нам всю силу, всю свою энергию, чтобы подготовить нас к космическому полету. Валерия Юрьевна, Валерия Юрьевна, конечно, эстафета переходит к космическому полету. Вы знаете, как тяжело выделить из большого количества тех преподавателей, числа всех преподавателей, какого-то одного человека. До того, они все так много сделали, воспитывая меня, что я даже затрудняюсь видеть. Но вот в последние годы учащийся в школе больше всего для меня сделал классный руководитель Мария Ильинична, преподаватель химии. Больше всего я благодарен за школьные годы. Ну, как авиатор, я хочу выделить своего инструктора, первого инструктора, в первом московском аэроклубе Ерофеева. Вот здесь как раз зародилось то, что я стал и летчиком, и после тоже космонавтом. И хочется поблагодарить всех, всех, кто на протяжении последующей моей службы помогал, воспитывал меня. И вот хочется сказать вам большое-большое спасибо. Ну что ж, Андрей, тебе слово по очереди, да? Мне сегодня хочется от всей души поблагодарить и пожелать крепкого здоровья моей бывшей первой учительнице Клавдии Ивановой Семеновне. Здесь я хочу сказать еще о том, что самой настоящей наставницей была моя мать. Потому что с малых лет она воспитывала четверых детей, и все время, в первую очередь, получали мы от мамы первые такие замечательные, хорошие наставления. В годы учебы в военном авиационном училище первым инструктором был в то время бывший лейтенант Коренец Николай Васильевич. Сейчас он майор, командиром звена работает. Мне хочется от всей души также поблагодарить ему за то, что он научил летать. Хочется от всей души поблагодарить моего бывшего командира звена Тихонова Вениамина Владимировича. Если начнем перечислять всех наших старших товарищей, наставников, то очень много времени уйдет. Мне хочется всем военно-начальникам, всем старшим товарищам поблагодарить от всей души и пожелать им всем крепкого такого настоящего здоровья и большого счастья в личной жизни. Вообще трудно, конечно, назвать одно-два одно-второе фамилии, потому что на каждом этапе, собственно, нашей жизни всегда были какие-то первые, люди, которые нас выводили в свет, давали нам какие-то необходимые первые знания. Здесь были и наши первые учителя Дарья Алексеевна Махова, которая меня в начальной школе учила. Здесь были преподаватели математики Иван Васильевич Калиш, Антон Тимофеевич Марач, преподаватель истории, наш классный руководитель, Семен Николаевич Ванюшкин, преподаватель физики в средней школе. Все эти люди они сейчас работают, трудятся, воспитывают новых ребят, передают им свои знания. После средней школы появился новый этап, начался у нас у всех почти. Это этап связанный с получением собственно летного образования, с летной нашей квалификацией. И здесь мы вспоминаем с благодарностью наших первых инструкторов Гонышева, особенно Льва Максимова, который сейчас работает летчиком-испытателем, Валерий Иванович Гуменникова, который обучал меня полетом на реактивных самолетах, Станислава Короткова, который сейчас в общем не летает, но тоже служит в авиации. И конечно всегда пока я жил дома таким первым что ли наставником был для меня отец. Мы как-то вот с ним очень так дружили. может быть потому, что он как-то понимал мои, наверное, мальчишеские заботы, относился ко мне как к равному. Мне хочется сегодня поблагодарить нашего первого командира космонавта, космонавта, который занимался с нами с первого дня, который много нам дал, многому нас научил, научил нас думать самостоятельно, инициативно. Мы все ему очень во многом благодарны. И мне хочется еще особенно поблагодарить главного конструктора, потому что ведь вот если дома у меня что-то случилось, что-то мне непонятно по житейским делам, я иду советоваться к своим родителям, с каким-то своим знакомым, может быть, хорошим, они мне подскажут. А в космических делах, ведь к соседу и к отцу не пойдешь советоваться, тут нужно, чтобы был человек и специалист, знающий дело. И вот когда у нас возникают какие-то вопросы, мы все идем к главному конструктору, несмотря на свою занятость, на огромную работу, он всегда нас выслушивает и всегда нам дает хороший совет. И мне бы хотелось всем этим добрым людям, которые сделали для нас очень много, которые нас вывели в люди, нам хотелось бы пожелать им всем доброго здоровья, сказать им сыновнее спасибо за ту заботу, за те чувства, которые они к нам проявляли, и пожелать им еще многих лет жизни и новых успехов в их благородном труде по воспитанию молодежи. И вот тут все ребята выразили общее мнение и просили меня высказать нашу искреннюю и сыновную благодарность нашей партии, нашему ленинскому комсомолу, воспитывающим нашу молодежь, воспитывающим наш советский народ, воспитавшим нас. Большое спасибо хочется сказать нашему Центральному Комитету Коммунистической Партии Советского Союза, нашему космическому отцу, нашему дорогому Никите Сергеевичу. Большое спасибо, крепкого здоровья и больших успехов на вашем великом труде, труде государственного и политического деятеля. Спасибо большое, товарищи космонавты. Вы знаете, та удивительная теплота, с которой вы говорили об этих людях, она сама за себя говорит о той безграничной любви и благодарности, которую вы испытываете к ним. Спасибо вам за ответы на этот вопрос. Приехала к нам чехословацкая поэтесса Бендова и две студенты экономического факультета, студентки из Мексики. Это Консуэла Варгас и Россио Руес. Сейчас мы предоставим слово чехословацкой поэтессе. Приветствуем наши дорогие гости. Товарищи космонавты, я написала одно короткое стихотворение, я думаю, что оно не только от моего имени, а от имени женщин, которые присутствовали на конгрессе и которые наверно чувствовали то же самое как и я. Но я вам прочитаю, если позволите, на нашем языке. Здравицам захвели са пресвятене сали. Три жены за людство вам дяковали. Та прва мала снеженкове лидце. Другой в нем цер, а синчеков. Союзники наших сынов и дачерей. лидце. Валерий Виковский и Валентина Терешкова слышали большую эмоцию Валерий и Валентина Терешкова. Я хочу вам передать все наши теплые чувства и пожелать вам дальнейших успехов. АПЛОДИНА Дорогие друзья Большое вам спасибо и разрешите вручить наши скромные подарки. Валерий Валерий с автографом. Валерий и дорогие друзья космонавты я надеюсь что если у нас в нашей передаче появится такая небольшая музыкальная пауза она только ее украсит а тем более что мы предлагаем вам вместе с нами спеть песню которую очень хорошо знает на конгрессе Железного пусть всегда будет солнце. А вы подбивайте все с нами товарищи. Солнечный И вдруг небо вокруг Это рисунок мальчишки Нарисовал он на весне И подписал в уголке Пусть всегда будет солнце Пусть всегда будет небо Пусть всегда будет мама Пусть всегда буду я Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я. Тише, солдат, слышишь, солдат, Люди пугаются взрывом. Тысячи глаз в небо глядят, Губы упрямо твердят, Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я. Против ли, против ли, Станемся наши очищены. Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет небо, Пусть всегда будет мама, Пусть всегда буду я. Аккумпанировал сам композитор Аркадий Островский. Ну а теперь, дорогие друзья, слово славным представителям Его Величества Рабочего Класса. В нашей студии находятся представители двух московских заводов Красный Проветарий и Московского электролампового завода. Товарищу Смыслову и товарищу Горбачёву я с удовольствием предоставляю слово. Пожалуйста, пожалуйста, товарищи. Когда закончил Андрея Николаев, Павел Попович, свой групповой полёт, мы приняли в свою бригаду космонавта номер пять, хотя мы не знали его имя и фамилию, но обратились с открытым письмом. Дорогой космонавт номер пять, мы вас не знаем и фамилии, имя вашего, но мы приняли вас почётным членом нашей бригады и будем ежедневно выполнять для вас норму. И вот это долгожданное время, 14 июня, когда мы узнали пилотируемый космонавт номер пять, подполковник Валерий Быковский, нашу бригаду очень взволновало. И мы также, как и Валерий, встали на космическую вахту. И пока Валерий находился в космосе, мы выполняли две нормы. И вот хочется мне уручить удостоверение Валерию Фёдоровичу с зачислением почётным членам нашей бригады. И от всех членов наших бригад просили передать вам самого крепкого здоровья, самых наилучших успехов в вашей жизни. И просим вас посетить наш завод. Краска Продюска. Придётся мне в своей работе тоже выполнять две нормы. Валя, с 15 сентября 1962 года вы стали почётным членом нашей бригады. Вы ежедневно с нами выполняли сменную норму. И дали, в общем, стране сверхплана на 40 тысяч рублей продукции. От имени нашей бригады я хочу вручить вам свидетельство с почётным званием почётного члена нашей бригады. Ну а так, как вы стали членом нашей бригады, следовательно, мы стали членом и нашего большой заводской семьи. Разрешите вручить вам и наш заводской значок. А также и наш небольшой подарок, который мы сделали своими руками. И очень просим вас, чтобы вы посетили наш завод и свою бригаду. Мы покажем вам ваше рабочее место. Спасибо. Валентина Владимировна, вы помните, что на Красной площади в очень торжественный для нас день и момент вы нам всем сказали, что путеводными маяками в вашей жизни были наши замечательные, славные советские женщины. Такие, как Мария Демченко, Марина Роскова, Валентина Гаганова и Надежда Григорьевна Заглада. Ну, вы уже, наверное, видите, что Валентина Гаганова и Надежда Григорьевна Заглада сегодня у нас в студии. Они смотрят на вас влюбленными глазами. И я думаю, что большего общего, чем сейчас у вас могут быть с этими замечательными представительницами советских женщин, у вас не может быть. И вы, наверное, очень хотите поговорить с ними. Когда я работала простой работницей на текстильном кабинете, у нас широко развернуло соревнование по вашему почину. Лучшие бригадиры стали переходить в отстающие бригады. Я хочу сказать вам сердечное большое спасибо, передать вам огромный привет от наших тружениц с Красного Перекопа, пожелать вам доброго здоровья и больших-больших успехов в труде. Спасибо. Дорогие товарищи телезрители, мне тоже пользуюсь тем, что я нахожусь сегодня вместе с нашими героями в телестудии. От души, от всего сердца хочется приветствовать и поздравить с героическим подвигом наших дорогих и замечательных героев. Особенно, я думаю, что наши ребята-космонавты не обидятся, но я хочу от души, от всего сердца поприветствовать мою коллегу по профессии Валюшу, нашу славную, очаровательную мою тезку. И когда Валя была уже в космосе, я была уже в Москве, приехала на пленом Центрального комитета партии. Наши девочки по бригаде послали Вале телеграмму, что принимаем Валя почетным членом нашей бригады. План мы за тебя будем выполнять. И мне хочется, пользуясь тем, что я с Валей сегодня вместе, услышать те слова, как она согласна стать почетным членом нашей бригады. Оказать нам такое доверие и такую честь. Я очень рада, что вы мне оказали такую большую честь, большое доверие. Только план я хочу выполнять сама за себя, а не то, что вы за меня будете выполнять. Ну, спасибо, Валюша, спасибо. Переводим к вам работу. Спасибо. А теперь мы вас всех с удовольствием послушаем. Ну, что я хочу сказать, мои дорогие сыночки и дорогая доченька моя. Я вот кому хочу отблагодарить, вашим матерам, матерам вашим, и отцам, кого есть. За то, что они вас правильно воспитали. Это главное в жизни. Какими вы стали людьми? Вспоминаете учителей, матерей своих, отцов и так дальше. Как приятно слушать сегодня перед вами. Я вот сижу и слушаю вас. А сколько было таких, времени такого, в то время, когда вы в первом классе были, сколько вы по партах бегали, про это вы не сказали. Сколько окна летели, тоже не сказали. А сколько раз мать не послушали, тоже не сказали. Конечно, не можете сказать. Или отца. Потому что тут коротко все, что сжаты строки для вас. Но я очень-очень благодарна, дорогие мои дети, сын и дочечка моя, милая. Я не могу выбрать здесь, дорогие друзья, благодарности выявить своих чувств, отдать от сердца им, этим дитям, что они так прославили нашу Родину. Спасибо, дорогие, Никите Сергеевичу Хрущеву, за наше, за наше такое пиглувание. Я, товарищи, неправильно выражаюсь по-русски, бо я украинка. Але ж я просто от души благодарю нашей партии за то и комсомолу, которые воспитали так хорошо таких детей, что весь мир прославила наша Валюша, дорогая. Она для нас дорогая, дорогие матери. Шануймо ее, ее матерь. Я хочу еще сказать всем матерям и отцам, что надо всех остальных своих детей, всех по примеру, так сказать, воспитывать, как воспитаны наши хорошие дети, которые перед нами. Сегодня все вы видите их. Как хорошо, как приятно смотреть на таких детей, которые прославили, я еще раз повторяю, нашу Родину. Спасибо вам, дорогие мои дети, милая доченька моя. Я думаю, что я еще, еще я много и много хочу сделать своим трудом, для того, чтобы вы еще лучше жили и были счастливы. Спасибо вам большое от всех наших космонавтов. Спасибо. Большое и вам спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь, товарищи, вам, наверное, будет приятно услышать своего коллегу, летчика, начальника Главного управления Гражданского воздушного флота Евгения Федоровича Логинова, который здесь тоже находится у нас в студии. Нам всем очень приятно видеть всю семью космонавтов сегодня здесь. Прекрасных пять братьев, богатырей, очаровательную нашу замечательную сестру-космонавту. Разрешите от летчиков Гражданского воздушного флота, от всех наших инженеров, техников, всего личного состава поздравить вас с большой победой, которая была совершена в эти дни. Большое вам спасибо от всех наших летчиков Гражданского воздушного флота. Коллегии Гражданского воздушного флота решила наградить значком за налет Валю и Баковского Валенья. Этот значок за налет он выдается летчикам, которые заслужили своей безаварийной работой. Налетали миллионы километров. И я с большой радостью вручаю Вали Вали Терешковой этот нагрудный знак, на котором написано два миллиона километров. Это за ее доблесть, за ее безаварийные полеты, которые она совершила, и чтобы она продолжала их дальше на благо всего нашего человечества. Спасибо большое. Но у нас аварий не бывает. И не должно быть. Также я вручаю значок за налет 3 миллиона 300 тысяч километров Валерию Федоровичу, чтобы с честью нашли значок, который выдается прекрасным летчикам нашего Гражданского Воздушного флота. Желаю вам больших успехов на благо нашей Родины, в семье, в жизни, чтобы все было хорошо, в творческих космических делах. Передаю вам адреса в честь вашего награждения. А я, дорогие товарищи космонавты, сейчас с удовольствием передаю слово своему коллеге, диктору всесоюзного радио Юрию Борисовичу Левитару. Дорогие Валентина Владимировна и Валерий Федорович, нам, работникам всесоюзного радио, всегда очень приятно, когда в космосе появляются новые радиослушатели, особенно, когда появилась новая радиослушанница. Вы сказали, что вы прекрасно слушали московские передачи. Для нас это является большой радостью. Мы желаем, чтобы в космосе радиоаудитория космическая увеличивалась. Мы готовы выполнять любые ваши заявки, откуда бы они не присылались, с любой звезды, с Луны, с Марса, с Венеры. Присылайте, не стесняйтесь, все выполнено. Как вы знаете, у нас сейчас есть радиопередачи для тех, кто в море, для тех, кто дома, а вот наше радиовещание подумывает о том, чтобы завести такую передачу для тех, кто в космосе. А ввиду того, что появилась женщина в космосе, Валентина Терешкова, думаем передачу для вас женщины перевести и на космические волны. Так что летайте, не стесняйтесь, скучно вам не будет. Миллионы звонков, телеграммы присылаемых на имя вашей Валии и вашей Валерии. Вот один из таких подарков я сейчас вам хочу преподнести. Его прислала литовская художница Бобровичуна Елена. Она сама все время вышивала вот эти поясочки. Это является национальным орнаментом, подарком вам. Им опоясывают только самых лучших друзей в Литве. И вот она просила передать вот этот поясочек для вас, голубенький, Валентина Владимировна. Подсвет глаз. Вот. А синенький для вас валили. подъем все. А сейчас дорогие наши гости вас хочет приветствовать человек, творчество которого вы, конечно, все очень хорошо знаете и очень любите. Константин Михайлович Симонов. Наверное, дорогие милые друзья, на моем месте сейчас бы хотел быть любой из моих товарищей, пишущих на десятках языков нашей стране. Поэтому мне хочется сказать от нашего общего имени о том большом уважении к вашему подвигу, который мы испытываем, о нашей любви к вам, как к людям нашей большой, могучей, прекрасной, через все трудности идущей вперед страны. Вы пока еще люди очень редкой профессии, но я думаю, что наша литература, которая еще только начинает писать о вас, со временем соберется с силами и напишет о вас хорошо, потому что наша литература всегда прежде всего писала о людях разных профессий, но о таких людях, как вы, о людях мужественных. Она всегда любила людей мужественных и она будет писать о вашем мужестве. Конечно, лучше всего писатель пишет тогда, когда он все видит своими глазами. я думаю, что лучшие поэмы, стихи о космонавтах может напишет тот поэт, который когда-нибудь полетит вместе с вами. Это будет, конечно. Или хотя бы тот, которому вы как-то заранее подмигнете, чтобы он оказался вовремя на старте или недалеко от места приземления. Но я думаю, и это будет. Напишем, напишем, потому что мы, писатели, маленькая часть нашего народа, любим вас так же, как весь наш народ, как каждый человек нашего народа. Артист МХАТа, народный артист Советского Союза Алексей Николаевич Грибов. Дорогие товарищи, прежде всего я хочу сейчас еще раз взглянуть на вас и познакомиться с вами с Валей Керешковой, с Юрием Гагарином, с Германом Китовым, с Павлом Поповичем и Андрианом Николаевым. Я с вами знаком, лично буду читать. Теперь я хочу и от себя, от своего имени. Я плохой оратор, поэтому сам я позволю себе прочесть несколько строк, которые я с большим удовольствием, если я был бы актер-герой, прочел бы с Павлсом. Но я, наверное, буду скромно читать, но однако же в тех словах, которые я наносу записал, кроется достаточно много по темпераменту и отношению к вам, которые есть в этих самых строках. Я от своего имени и от имени всего коллектива Московского художественного театра Ерзаю передашу всем присутствующим здесь героям-космонавтам наше восхищение, наш восторг теми подвигами, которые вы совершили. Все вы совершили, по-моему, двойной подвиг. Первое, это ваше мужество и бесстрашие. Это во-первых. И витками своими, витками своих кораблей вы прославили дерзость мысли тех, кто создал эти корабли. Это во-вторых. В-третьих, смело доверяя себя космическим кораблям, созданным талантливейшими умами, руками советского человека, конструктора, инженера, рабочего, вы прославили и себя, и свою родину. Ошеломленный мир не может до сих пор опомниться от той смелости и мужества, которые оказала которую оказала и слабая половина рода человеческого. Это женщина нашей страны. Это Валя Киришкова. Я все сказал. А в заключение хочу добавить, что кажется, Валя Киришкова и ее позывные были «Чайка». Это точно. Точно. Благодарю вас. Эмблема нашего театра «Чайка» «Чайка» театра, эмблема театра, который создал один из гениальнейших, великих людей мира художников Константин Сергеевич Станиславский. У меня есть один маленький сувенирчик, на котором изображена «Чайка». Я прошу вас принять и иногда вспоминять, что эта «Чайка» есть эмблема московского художника. А сейчас мы передаем слово гости. Она приехала из Минска. Это представительница кондитерской фабрики. Анна Иосифовна Жельнерчик. Пожалуйста, Анна Иосифовна. Дорогие гости, мне хочется от всей республики поздравить вас от имени всей республики белорусской нашей, в частности, от коллектива нашей фабрики «Коммунарка» с большими вашими достижениями. Наш коллектив в основном женский. Он поздравляет и просил передать сердечное поздравление Валентине Владимире Терешковой и Валеру Быковскому и пожелать вам самых наилучших успехов в дальнейшей вашей работе и а также жизни вашей. Значит, нам хочется еще лучше работы, чтобы наша страна была более сильная и богаче, чтобы в мире было меньше снорадов и бомб, а больше выпускалось таких кондитерских изделий, вот наших, как Мишек, Тузиков и Труфелей. Спасибо, пожалуйста. Это тяжело, Дурфей. Спасибо. Пожалуйста. Это что, здесь все тут? Юрий Алексеевич, может быть, вы покажете телезрителям ваш торт? Это я с большим удовольствием выполнил. Это, наверное, конфеты. Конфеты, да. Это изумительный набор. А здесь натуральные, это налитые бутылочки. Они похожи на елочные игрушки, так они красивые и блестят. Там еще один слой есть такой. Тут до дна далеко. Еще один? Еще есть один слой, вот там наши игрушки. Так что этими всеми конфетами можно угостить почти всех телезрителей, которые сейчас наблюдают эти картинки. Но мы в более выгодном положении, мы ближе здесь находимся. Большое спасибо. Вас приветствует сейчас киноактриса Клара Лучко. Дорогие Валя и Валерий, я бесконечно счастлива, что мне предоставилась сегодня такая возможность приветствовать вас от имени всех киноактеров. И я могу выразить свои чувства восхищения и восторга вашим легендарным подвигом. Дорогая Валя, для всех женщин земного шара вы стали песней, мечтой, легендой. Спасибо вам за то, что вы есть. Такие простые, такие замечательные. дайте я вас поцелую. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь слово поэтэстей Юрии Грунинов. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто прочту стихотворение посвященное Валентине Терешковой. Терешковой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пусть в скафандре ты, а не в ушанке, все равно родная это ты. Под прозрачным шлемом марсианки узнаю знакомые черты. Из легенд войны издалека ты вернулась, наша запевала, та, что под снарядами певала, та, что пулеметом прикрывала отступление своего полка. Но у чуда нет земной прописки, не воскреснут павшие в бою. На солдатском строгом обелиске я прочла фамилию твою, это так, и все же ты воскресла, в облике ином вернулась ты, космонавта, сказочное кресло, под скафандром светлые черты. Ты была военную сестрою, ты теперь небесная сестра. Валентина, помаши рукою фронтовым подругам у костра, помаши рукою через годы, протяни им руки через смерть, это девушки твоей породы, им бы тоже к звездам полететь. Под прозрачным шлемом марсианки светятся знакомые черты, пусть в скафандре ты, а не в ушанке, все равно родная это ты. клей. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Дорогие товарищи, мы ворвались в голубой огонёк для того, чтобы принести самый последний подарок, присланный вам в сию секунду. И нужно вам сказать, что вам, наверное, будет приятно узнать. Нет, Секунечка, Валюша, задаем одну загадку. Как вы думаете, где растёт сейчас этот виновен? А, вот здесь даже есть красный. По-моему, у нас в Советском Союзе. Неправильно. Это точно. У нас в Советском Союзе? Но где? Откуда? В Молдавии. В Молдавии. Вот и ошиблись. Дорогие товарищи, это первый урожай подмосковного винограда. В этом не могу верить. Вот выращен не на юге нашей страны. Спасибо. Пожалуйста, Валюша. Жить и верить, это замечательно. Перед нами небывалые пути, утверждают космонавты и мечтатели, Что на Марсе будут яблони цвести. Хорошо, когда с тобой, товарищи, Всю вселенную. Всю вселенную проекать и пройти. Всю вселенную проекать и пройти. Я со звездами сдружился дальний мир. Не волнуйся обо мне и не грусти. Покидая нашу землю, обещали мы, Что на Марсе будут яблони цвести. Покидая нашу землю, обещали мы, Что на Марсе будут яблони цвести. А теперь слово народной артистке Советского Союза Елене Николаевне Гоголевой. Пожалуйста. Дорогие друзья, Вы знаете, что нас, работников искусств, Всегда с вами людей полет связывали крепкие узы дружбы. И вот я очень счастлива, что сейчас, Так сказать, от имени работников искусств Мне вроде как даже поручено Сказать вам слово нашего привета, Нашей дружбы. Как пошла наука за эти несколько лет даже представить себе невозможно. Вы знаете, Юрий Алексеевич, Когда вас запустили в космос, мы все считали, что это не может быть. Нет, это не человек, это какое-то особое существо, наверное. Как это такое? Что это? Для всех это было совершенно необъяснимо. Но когда вы так красиво, так спокойно, так четко Доложили членам правительства и нашей партии О выполненном вами задании, Ну, знаете, все наши восторги И вашим необыкновенным дерзновением, вашей смелостью Вот позвольте мне сейчас вам передать. А дальше Герман Титов. Вы знаете, вы нам доставили очень много больного волнения. У нас уже стало болеть сердце, Стало болеть грудь, мы уже думали, Боже мой, летает час, два, пять, десять, Да спустите его скорее вниз. Уже не было сил. Но мы так ждали ваших сообщений из космоса. И так нам было радостно, Когда вы так блестяще выполнили ваше задание, Что вот удивление и восхищение вашей твердостью, Вашим спокойствием, Вашим таким необычайно точным выполнением Возложенного на вас задания, Оно привело нас всех в необыкновенное волнение И очень большое восхищение. И вдруг новое полетел Адриан Николаев. Но, знаете, мы были за вас спокойны. Мы как-то были настолько в вас уверены, Ваш характер нам уже был до некоторой степени известен, Потому что как-никак устоять перед женскими чарами, Это, знаете, надо иметь характер. А уж если с таким характером летит, То, наверное, выполнит как следует все, что ему поручено. И действительно, а уж когда к вам подлетел Ваш звездный брат Павел Попович, Это уж было совсем для нас необычайно. В том смысле, что, понимаете, Какая точность была рассчитана, Как это было необыкновенно еще и трогательно, Что вот два звездных брата, Как они там наверху чувствуют локоть друг друга, Как они там чувствуют поддержку друг в друге. И вот это вот, мне кажется, должно служить Всем советским людям. Большим примером для такого выполнения любого дела, Когда чувствуешь рядом с собой такого друга, Такого брата. И дальше летит Валерий Быковский. Валерий, какое имя вы носите? Валерий Чкалов, ведь у нас у всех в памяти. И у нас было очень большое волнение, И вместе с тем очень большая уверенность, Что Валерий Быковский будет так же нашим кумиром, Как и был Валерий Чкалов. И мы знали, что, вероятно, Уж вам поручено более серьезное задание, Более интересное задание И более сложное задание. И мы как-то все все время знали. Выполнят. 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 А уж ваш спокойный юмор, Который мы видели по телекамерам, Ваше необычайное и спокойствие, И даже шутка, И то, как вы показывали, Что такое невесомость и так далее, Нас уже окончательно убеждали в том, Что это будет опять победа. Это будет опять чудесный героический подвиг. Но где-то у нас у всех было. Вот женский конгресс, Вот всемирный форум женщин, Вот со всего мира соберутся, Со всей планеты соберутся, В Москве, на земле, женщины. А там и Валюша летит. Терешкова. Советская наша девушка. Советская женщина. Вы знаете, Валюша, Это было так радостно, Так гордо и так волнительно, Что трудно передать словами Все то, что делалось на земле, Когда вы были там. Вот было холодно, Был дождь, Когда вы там летали. Это потому, что все наше жаркое тепло, Все наши жаркие сердца Мы отдали туда, к вам. Наверх. И все только думали, Все думали, Ну, ну, как она там? Как она там? Хорошо ли ей? Спокойно ли ей? Выполнит ли она то, Что она взяла на себя Так гордо и так смело? Вы такая необычайная героиня, С такой твердостью, С такой волей, С такой смелостью. Спасибо. Спасибо вам. От всех женщин спасибо. Потому что мы Очень все подняли наши носики. И мы Очень горды Тем, что женщина Тоже там летит. Женщина Тоже в космосе. А теперь снова Самым юным представителем Нашего искусства. Ученица шестого класса Танечка Кожаева Написала песню для вас. И слова, стихи Сочинила сама тоже. Исполнит эту песню Студент Театрального института Сергей Минахин. Пожалуйста. Пожалуйста. Пытливость человека Нас к звездам привела, Космические крылья Она в мечтах дала. Позвала человека В космическую высь, И первые ракеты К звездам понеслись. Нас мечта Издавна к звездам зовет, Мы всегда стремились вперед. Человек В тебе отражается век, Все подвластно тебе, Человек. Гагарин Высь взлетает, За ним взлетел Титов, Попович и Николаев Летят над миром вновь Быковский, Терешкова, За ними я и он, Скорей взвивайся Новый звездный батальон. Нас мечта Издавна к звездам зовет, Мы всегда стремились вперед. Верим мы, Время когда-то придет, Станет обычным Межзвездный полет. Пытливость человека Нас к звездам привела, Космические крылья Она в мечтах дала, Позвала человека В космическую высь, И первые ракеты К звездам понеслись. И первые ракеты К звездам понеслись. А теперь мне хочется, Чтобы вы посмотрели на наше Телевизионное небо. По-моему на нем Что-то есть. Приветствует вас Парашютный десант Голубого огонька. У нас есть чем защищаться От десанта. Это мирный мир. Пожалуйста, Юрий Алексеевич, Как командира. Здесь Кружеские саржи Художника Лисогорского И по ним вы как раз Узнаете Кому? Что принадлежит Какой на меня сарж нарисовали? Пожалуйста. Нашел. Юра, пожалуйста. Нашел. Ну, я думаю, Такого второго саржа нет. Простите, пожалуйста. Я хочу только сказать телезрителям, Что вы не видите, Что вот эта коробка, Которую держит Валентина Владимировна Голубого цвета. Да. А шоколад этот любовный Изготовлен специально Для этой встречи. Вроде это. Руки бригады Коммунистического труда Московской фабрики Красный Октябрь. Ну, это твоя, Твои звезды. Должен сказать, Дорогие друзья, Что подарков у вас Сегодня будет Чрезвычайно много. Час тому назад На Шеремельевском аэродроме Приземлился самолет Из Берлина, Который доставил вам, Валентина Владимировна И вам, Валерий, Подарки. Вручит их Корреспондент Берлинского телевидения Ганс Зиверс. Пожалуйста. Дорогая космическая семья Терешкова В особенности Женщины Германской демократической Республики Позвольте Передать вам Символ Берлина Этого медвежонка Аплодисменты Для Валерия Бековского Подарок немецких ребят Берлина Большого вам Большого вам Счастья И вот эту небольшую Ракету Которую сделали Берлинские ребята Советского космонавта Советского космонавта Берлина Играем Главную роль Нам бы очень Хотелось Чтобы вы посмотрели Эту картину Поэтому Мы вас просим Принять от нас Пригласительные билеты Вы можете В любое время Посетить Кинотеатр В любое Удобное вам время Для этого Спасибо Аплодисменты 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 С подарками И с приветами Добрыми пожеланиями Пришли Работники Парфюмерной Московской фабрики Новая Заря Это по вашей части Аплодисменты 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 Дорогая Валя Милая Ярославна Как Ярославной Будут названы Наши Новые духи Которые мы Посвящаем вам Первой женщине Космонавту На сегодняшний день Мы принесли Духи Которые любят Многие женщины Надеюсь Они понравятся И вам Работницы С любовью Делали эту коробочку И которую Я вам преподношу Я, дорогая Валя Прошу вас Чтобы вы Посетили нашу фабрику И продугустировали Первые духи Которые мы В вашу честь Выпускаем Аплодисменты Дорогие товарищи Коллектив наших предприятий Очень уважает И любит мужчин Космонавтов И они в честь первого Запуска Космического корабля Восток Выпустили специальный Мужской Одеколон Восток Вот он в таком Виде Так Но учитывая Что вы нам разъяснили Что у вас корабли все Одинаковые И отличаются только Номерами Мы здесь сами Пронумеровали каждый Восток корабль И преподносим их Все вам По номерам Космос Космос, конечно, всех нас волнует И даже в простой кондукторской сумке Блестят далекие космические звезды Об этом и поет артистка Эдита Пьеха Я кондуктор трамвая Мне город знаком Все считают работу мою пустяком Я зимою и летом отрываю билеты И мечтаю в вечернем вагоне пустом Я лечу, 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 лечу над землей И шепчу, 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 милый мой Где же ты, когда ты войдешь в мой вагон? Нас далекой звездою зовет небосклон И все круче, 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 круче полет Через тучи, через звезды все вперед Всех земных пассажиров с собой я зову Я билеты до звезд всем продам наяву Мне от этой мечты ни за что не уйти Мой трамвай голубою ракетой летит До далеких созвездий Мы отправимся вместе Жду вагон остановка на Млеченом пути Я ловлю, 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 ловлю лунный свет Я люблю, 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 люблю мир планет Светофоров зеленые звезды горят Нам с тобой все дороги открыты подряд И все круче, 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 круче полет Через тучи, через звезды все вперед Всех земных пассажиров с собой я зову Я билеты до звезд всем продам наяву И все круче, 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 круче Круче, 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 круче полет Через тучи, через звезды все вперед Всех земных пассажиров с собой я зову Я билеты до звезд всем продам наяву Я лечу Я лечу Я лечу Я лечу Мы хотим тоже от имени всех наших друзей «Голубого огонька» Приветствовать вас торжественной и серьезной речью С своеобразным приветствием серьезным Пожалуйста Космонавтов на орбите защитили от лучей Весь вопрос сейчас в защите от банкетов и речей Мы считаем женам нашим путь космический не страшен Их домашние нагрузки приучили к перегрузке В честь Валерия и Вали в Штатах тоже выпивали Добавляли в виски янки валедолы валерьянки На востоке Валя мчится открывая новый век Поговорка не годится дескать курица не птица Весь ЦК из атеистов А замешан в чудесах Комсомольцев коммунисты Принимает в небесах Космонавтов отправляли Овощей в дорогу дали Надо вот спросить у Вали Где зеленый лук достали Мир шестерки благодарен Каждый в небе сторожил Значит верною Гагарин Всем дорожку проложил Чтоб со скоростью ракеты Поспевали мы за всем Сейчас идем писать куплеты Космонавту номер 7 Гагарин Космонавту 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 Буам Заправлены в планшет Викосмические карты И штурман уточняет Последний раз маршрут Давайте-ка, ребята Споемте перед стартом У нас еще в запасе Четырнадцать минут Я верю, друзья Караваны ракет Помчат нас вперед От звезды до звезды На пыльных тропинках Далеких планет Останутся наши следы На пыльных тропинках Далеких планет Останутся наши следы